приветствую вас на канале москвичи без границ сегодня мы прогуляемся к набережной ялты покажу крещенские купания покажу вам погоду в ялте сегодня у нас 19 января 2024 год крещения поздравляю сразу всех с праздником сегодня с вами я юля потому что андрей заболел и сегодня у него как раз пик температуры поэтому он остался с алиной дома я тоже не стала брать думаю в принципе все переболели только я вот переболела алина и вот сейчас андрей поэтому сегодня буду ялту показывать вам я расскажу сейчас по погоде пока идем у нас вчера вечером начались ливни сегодня дождь продолжается 12 часов обещает еще сильнее дождь что пойдет много чего затопила река очень полноводная стала сейчас мы где-нибудь дойдем до нее я вам покажу многие магазины которые находятся в подвалах их затопило они не работают так и написано мы закрыты нас затопили я вот ходила искала резиновые сапоги нашла он в китайке чтобы пойти он заснять то что у меня были только кроссовки с собой и пока я ходила они промокли вот и во многих магазинах даже нету резиновые обуви сегодня на градуснике плюс 12 градусов тепла вчера было плюс 10 сейчас мы до куда-нибудь дойдем я вам покажу речку посмотрим затапливает ли переходы а так конечно андрей очень расстроился что он не смог сам заснять вам это видео потому что во первых он хотел искупаться сам должен на крещение в море окунуться и хотел для вас подготовить вообще очень интересный сюжет сначала хотел искупаться купили а потом уже перенести с вами на берегу ялты и показать как проходят крещенские купальни в ялте потому что оборудовать должны место под часовней на надежной с 12 до 16 часов должны проходить официально крещенские купальни вот мы сейчас идем и я вам покажу если их не отменили потому что я честно говоря не знаю керчи вроде отменили вот поэтому посмотрим как в ялте все-таки такой ливень я еще даже не знаю если на море шторм что мы сейчас с вами увидим вместе сейчас мы с вами спустимся в переход который находится около магазина черноморец и посмотрим как его затопило не затопило и покажу заодно вам речку как она бурлит шумит нет смотрите пройти можно спокойно ничего не затопило но вроде как вечером показывали видео снимали что здесь затопило но либо откачали либо ливневка справляется смотрите смотрите какой поток только трубой не видно как она бежит сейчас мы еще где-нибудь там зайдем посмотрим подойдем так набережной идти возле крокодиляриума по этой улице вчера вечером тоже все прям плыло но сейчас в принципе пройти можно вон там видно откачивают воду откуда-то прям такой напор видать тоже что то хорошо затопило может подвал дома сейчас мы с вами обойдем а вчера тут были видео то что прям река течет без всяких шлангов просто сама по себе вот вам речка уже с набережной уточки вон там вдалеке плавают и вот мы уже заходим на саму набережную я вижу там еще елка стоит еще не разобрали этот фонтан тоже стоит так что еще пока может быть только начали разбирать но еще много чего стоит так что можно еще успеть прогуляться в горах облака снег море вот с этой стороны грязное ну потому что река грязная течет я говорю в коризе в голубом заливе там прям щебня нанесло с гор тоже все это в море понесло в ялте на садовая улица камнепад был обрушился на машину но в общем все равно последствия какие-никакие но они есть шашлыки все убрали все палатки убрали ничего нету вот кораблики стоят катерки все вот такая вот ялта сегодня 19 января людей немного сегодня рабочий день не знаю сейчас посмотрим вот ну вот я вижу там впереди там волны сильные в принципе не знаю как на пляже сейчас дойдем посмотрим мне кажется если там сильный шторм то конечно никому купаться не разрешат вот вот сами посмотрите на цвет воды я думаю кто бывал в ялте знают какая здесь красивая чистая вода обычно вы кстати пока можете написать какая температура воздуха в ваших городах проходит ли у вас крещенские купания окунались ли вы уже сами мы пока дойдем не переключайтесь прошла пожилая пара женщины волосы были завернуты в полотенце так что видимо она окуналась сейчас мы с вами дойдем посмотрим так я смотрю люди ходят одеты и никаких намеков на купание нет но женщина в полотенце на голове это немного странно если она не окуналась в море смотрите оборудованы палатки для переодевания и согревания стоит машина скорой помощи МЧС спасатели круги но на море конечно волны пока не вижу чтобы кто-то купался окунался я постою немножко сейчас подожду если кто-то будет то я вам покажу а так пока что людей особо тоже нету вот такое вот сегодня море там волны сейчас мы тоже туда пройдем только не знаю я наверно по верху пойду я бы конечно не рискнула в такое море заходить есть только дождаться когда не будет волны но меня смущает все равно но свет грязь с яглами зашел вот так что одни смельчаки пока что только попались а дождь все таки идет прошел окунаться а я уже как раз собралась уходить ну в общем люди есть есть кораблицы которые не боятся волн и мы сейчас с вами пройдемся и покажу вам волны в конце набережной сейчас посмотрю сколько времени может быть дойдем с вами до другой речки посмотрим как там затапливает незачем ну погодка дождливая но идти комфортно то есть прям таких сильных луж нет вот кто там еще забегал окунался по тротуарам луж сильных нет ничего прям такого затопленного сильно я не увидела но конечно вчера во всякие группы скидывали прям страшные порой даже видео о как там сейчас сильно бомбануло вот здесь елочка тоже еще стоит не разобрали все инсталляции стоят сейчас подойдем поближе я вам покажу волну сейчас подойдем поближе так уже до 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 все Вот это красота. Видели, видели? Здесь вот прям тоже все течет. Так, мы сейчас дойдем до как раз другой речки. Вот здесь вот уже что-то течет сильно. Сейчас мы дойдем, посмотрим, что это. Здесь вода еще конечно чернее, чем на том пляже. Да, вот видите, затопила скамейки. К ним даже не подойти. Прям глубоко. Сейчас посмотрим, откуда это все пошло. Но, видать, речка вышла, наверное, из берегов. Потому что обещали уровень подъема воды. Сейчас мы сюда поднимемся и посмотрим. Зрелище, конечно, страшное. Режим. Режим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поток воды очень сильный. На Приморский пляж я не пойду, Андрей вам недавно его снимал. Вижу там тоже волны, не очень чистая вода. Ну а я сейчас пройду вдоль речки водопадная и посмотрим, как она течет в своем русле. Ну вот посмотрите сами, эта часть Ялты пострадала гораздо сильнее. Смотрите, все затоплено, все льется. Сейчас мы до куда-нибудь дойдем и посмотрим. Часончик сидит. Ну вот смотрите, еще сливается в реку, откуда-то что-то. Тоже видимо где-то что-то прорвало. Ну ладно, уже дальше не пойду. Там видно все затоплено, огорожено, наводнение. Я сейчас вернусь опять через набережную и посмотрю, может быть там еще кто-то купается. Еще вам тогда покажу. Ну там еще пошли купаться. Ну там еще пошли купаться. Ну вот такая у нас сегодня с вами прогулка получилась. А вы подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Пишите в комментариях, как вам такой формат. Если вам понравилось, то, может быть, я буду иногда выходить с вами на съемки сама. Все, до новых встреч. Пока. Пока.